Так, заходите. Это вот здесь мы записываем ролики. Что поснимать охота? У нас ничего не запрещается. Вот это мы столы. Сюда вытащили, видишь, как поставили скамейки где сидеть. Я сегодня на молитве поклонился. У меня же операция на позвоночнике была. Ну и он свихнутый. И сейчас у меня вымерено, сколько поклонов сделать. Один поклон лишний, позвоночник сполз. Сейчас не знаю, как не наклониться ничего. Не столько молиться, сколько... Вот мы здесь, это у нас трапезная. И мы записываем здесь. Стол этот, который с книгами оттащили, чтобы Володя там поместился. Это вот материалы я по каким беру все это. Оттуда беру. Это из книги для слов к истинному православию. Вот из этой книги беру я. Мои материалы. Раз мои, я их и беру. Они очень и очень полные. То есть я считаю, что полнее просто трудно, чтобы были сделать. Что говорит об этом Библия. Что говорят каноны соборов. И что говорят святые отцы. Ну и когда все это подготовлено уже. Вот. Недавно так вот. Тогда начинаем мы здесь записывать. Я записываю не как другие. Вопрос там задают. Ну там выступает когда Смирнов. Этот. Бывает. Другие какие-то священники. Он отвечает и... Просто отвечает. Опыт какой или как слышал где-то. У меня совершенно другой подход. Мне нужно это во свете Библии показать. Это вот о тысячелетнем царстве. Вот после того, как я объясняю, дальше уже ничего нельзя взять. Это самое полное объяснение. Все, что говорит Библия. Это вот. Христос воскрес. И тут начинается тысячелетнее царство. И дальше Христос пришел. И в это время страшный суд. Восхищение церкви. Всеобщее воскресение правильных и грешников. И только за три с половиной года до пришествия Христа. Это время антихриста. Окончание евангельской проповеди как бы. Тысячелетнего царства. Вот и все. Вот такое толкование. Оно не противоречит ни одному месту святой Библии. Нигде. Никак. Я уже прошел вот это. А это вот я... Когда смотрю. Какая тема. По ней работаем. Потом вгоняю в количество страниц. Какое максимально сжатое что было. И здесь у меня 55 минут дается мне. Ну я как маленько стараюсь уложиться. Бывают большие. Тут уже я не знаю сколько страниц напечатано. Сейчас вот еще решили записать. Следующая тема вот сейчас. О лжи. Везде все проникнуто ложе. Что оно означает? У других какой-то фон какой-то. У нас ничего нет. Мы бедные. У нас вообще ничего нет. Я вот пришел. Помолился. Встал перед Богом. Поднял руки. Господи благослови нас. Во имя твое святое. И больше ничего нету. Сходили там. Сейчас ужал ролики какие уже сделаны. И отправляем. Не угождая никому. Скажут ты православный. И все по себя жгнешь. Я в церкви. И то что я здесь говорю. Оно не мое. Мое такое. Где там слова связать. Показать обстановку на сегодняшний день. И вот я здесь сажусь. Пальто свернул. Даже сиденья-то. Итог путного нету. Лежит Библия. Библию показываю. Книги. Рядом распятие. Вот так. Ох. Все. Слава Иисусу Христу. Подготовительная работа у меня кончилась. Володя наблюдает. В общем все готово? Готово. Ну готово. Давай. Начинаем. И тогда начинаем конкретно. Все. Еще больше нету. Подожди. Сейчас будем записывать. Вот мы сейчас будем записывать. Ты сходи со всех сторон. Гляди. Как я поднимаю Библию. Как показываю. Как говорю. Беру вот эту обстановку вокруг. Старайся зафиксировать. И сразу выйдешь. А Володя с тобой закроет. Смотри как он начинает. Давай. 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 tinha. карточок.